Мы еще не оправились от ковида, так что новости про оспу звучат особенно пугающе. Коронавирус тоже начинался с единичных зараженных в Китае, а потом поглотил весь мир. Будет ли новая эпидемия? Как передается оспа обезьян? Об этом мы поговорим с главным инфекционистом края Еленой Тихоновой. Она с нами на связи. Елена Петровна, добрый вечер. Насколько опасна эта оспа? Если сравнивать с коронавирусной инфекцией, то заразность меньше, чем при коронавирусной инфекции. Учитывая то, что ковид передавался воздушно-капельным путем, поэтому распространялся быстро. Для обезьян и оспы основной путь передачи это контактный. То есть при близких контактах, при одежде, если мы надеваем пациента, который болеет оспой или спим на одной постели. То есть именно контактный путь передачи является основным. Поэтому, естественно, он менее заразный по сравнению с коронавирусной инфекцией. Что касается заболевания самого, то она, как и любая инфекция, начинается с подъема температуры, слабости, головной боли. И на вторые, третьи сутки появляется сыпь по типу ветряной оспы. Вот пятно, папула, визикула, то есть пузыречи, которые начинаются на лице, то есть на голове. И далее нижние конечности, туловище опускаются вниз, задействуется, то есть сыпь есть и на половых органах. То есть обсыпание, то есть с макушки до самых пяток. Так, заболевание наиболее тяжело будет протекать у пациентов из группы риска, именно это дети маленького возраста, первых трех лет жизни, ну и пожилой возраст, иммунодефицитное. Заболевание не новое, первые случаи были в 1970 году, и это заболевание природно-очаговое, оно всегда существовало в Центральной и Западной Африке. Там же, где есть у нас природные очаги, лихорадки Эбола, Марбурга, которые, так тоже, помните, был всплеск эмоций, но они так и остались в виде эпидемии на африканском континенте. И немножко развезли по другим странам. Поэтому, наверное, учитывая вот тот локдаун и то, что мы сейчас мало посещаем вот зарубежных стран и Африку в том числе, будем надеяться, что в Россию данное заболевание не будет завезено. Ну, по опыту прежних эпидемий этой болезни, вот в 70-х вы говорите, как можно было быстро выявить именно такую оспу? Ну, как выявить? Во-первых, это было клинические проявления, о которых я сказала. Это лихорадка, то есть повышение температуры и появление элементов сыпи в виде мелких пузырьков, которые могут даже сливаться. То есть то, что есть при ветряной оспе. Нужно еще отметить, что данный вирус относится к той же группе вирусов, что и вирус натуральной оспы. Поэтому, наверное, сегодня, как бы я предвидя вопрос, могут спросить, а есть ли вакцина? В плане вакцины конкретно против оспы обезьян, вот данных таких нет, но вакцина, которая у нас в стране использовалась против натуральной оспы, она будет вполне эффективна. Если вдруг случится ситуация, досрочно, как бы предвидя ситуацию распространения, я уже сказала, это не пандемия будет. Поэтому вот бежать и прививаться срочно необходимости нет. То есть если подытожить, действительно такого всемирового, всемасштабного заболевания, вспышки такой, ну, точно не ожидается. То есть пандемии, как было при ковиде, когда много стран будет задействованы, здесь не предвидится. Спасибо большое. Напомню, Елена Тихонова у нас на связи. Говорили мы об обезьяне оспе, ну и приходим к позитивному выводу, что это пока такие вспышки локальные в разных странах. И надеемся, что такой пандемии точно не будет. Благодарю вас.